Чемпионат Владимирской области Камешкова, Ютекс, Уромавангард 3.2 Душ в Камешкова настолько суровый, что его получают не только футболисты, но и все присутствующие на стадионе. Как играть сегодня, Давид. Игра получилась тяжелой, команда опоздала, во-первых, мы вышли на разминку, размялись, промокли, пока ждали команду остыли, они сразу вышли с колес, тоже тяжеловато им было. Первый тайм так и провели. Тяжеловато было и нам, и им. Насколько трудно было вкатиться в игру после такого душа вообще? Очень было трудно, потому что остыли, промокли, замерзли, как бы уже мышцы тоже остыли. Опоздание на 48 минут, не знаешь по регламенту вообще? Я знаю, что час ждем, после уже техническое поражение. Да. То есть, ну, гости попали, да? Все нормально. Пенальти во втором тайме Егор привез, скажем так, да, ошибся, кикс получился. А, ёкнуло сердце? Нет? Да нет, оставалось две минуты, игра была спокойная. За весь матч там пару моментов не думаю, что за две минуты могли что-то создать. Хорошо. На этой неделе стартовал сезон в ПФЛ, Ютекс покинул системообразующий игрок и лидер команды Дима Зинович. А как изменилась игра черно-красная? С Димой, конечно, было полегче, с ним он такой плеймейкер был, можно было просто отнимать, отдавать ему. Сейчас приходится что-то стараться самому придумать. Сейчас двое в центре осталось, по нынешему было тяжело вдвоем в центре играть, но пока справляемся. Несмотря на потери, вам удалось уже, да, в прошлой игре, в которой ты принимал участие, с гранью, гениальный камбэк, да, как думаешь, это лучший матч с твоим участием в этом сезоне? Мне кажется, да, я всего три игры провел с двумя гусевскими командами. И вот сейчас третья, ну, думаю, с гранью, да, ведь команда в целом все хорошо сыграли. После 2-0 не расслабились, чувствовал даже по игре, что можно сравнять, можно даже выиграть. И в раздевалке Юрий Васильевич нам сказал, чтобы не останавливались, мы должны выиграть. Юрий Васильевич вообще, я так понимаю, хороший мотиватор, да, и вы и сегодня вообще изменились после… После перерыва, да. Этот круг был больше домашним, чем выездным. Борьба за пятую строчку, как в целом настроение вот от первого круга? От первого круга, мне кажется, у команды хорошее настроение, совсем не было таких крупных поражений, как в прошлом году, к этому времени, после первых, были так игры, которые проваливали. Сейчас ровненько идем, даже в играх, где проигрываем, все равно моментов много, где очки теряем, та же Собинка, должны были выигрывать. По игре все довольны, стараемся, боремся. Положа руку на сердце, хотелось бы тебя чаще видеть, да. В чем причина, что ты так редко? Я просто сейчас переехал в Москву, работаю так же тренером, как в Владимире работал. Просто там друг из Костромы вместе играли, в Спартаке и в Костроме молодежке. Позвал к себе, решил попробовать. В Москве ты получаешь какую-то игровую практику? Да, играем на первенце Красногорского района, мини-футбол также играем. Ну, на неделю две игры есть, стабильно. А что сейчас больше в приоритете, Владимир, Москва, Камешково? Мне бы хотелось чаще быть, потому что на настоящих полях вообще по-другому играть. Не люблю искусственные, там все играют на искусственном. Хотелось бы чаще сюда приезжать, пока так не очень получается. В Камешково очень много ребят из Владимира и других городов. Чувствуешь ли ты себя легионером этой команды? У меня прописка Камешковская. Вот она как даже, да. В социальной сети Инстаграм, не знаю, видел это или нет, я видел Алексея Жукова на больничной койке. Что случилось? Не знаю. Как я знаю, у него шею продуло после прошлой игры. Сейчас вот лечится, передает нам привет всегда. Видео записывает перед каждой игрой. Ждем его, да? Отлично было. Спасибо. 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 Победы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok